Это такой небольшой опытный огород. Здесь агрономы из сообщества фермера Чилика тестируют новые сорта и пробуют новые энергоэффективные методы земледелия. Например, капельное орошение. Как у вас здесь работает капельное орошение? Это работает. Мы подходим туда, где у нас находится блок управления. Включаем насосы. По насосам насос подает воду по трубопроводам, которые по капельным лентам подведены каждому рядку растений индивидуально. Капельное орошение. Насколько меньше тратится воды? Насколько меньше ресурсов тратится? В 6-10 раз примерно. В зависимости от тип почвы, от технологий капельного орошения. Ну и естественно и от культуры, потому что разные культуры потребляют разное количество воды. Но самое главное это в том, что не происходит эрозия почвы. И, конечно, это экономия количества воды. При капельном орошении урожайность всегда выше. Почему? Потому что вода подается непосредственно к корням. Растению не надо напрягаться для того, чтобы искать эту воду, для развития более мощной корневой системы. Потому что она вот рядом, возле корней. Эта роза, она занимается обучением фермеров и привнесением инноваций сюда, в Чилик. А как развивался проект, расскажите мне? То есть как это было в прошлом году и как это работает сейчас? Цель нашего проекта – это повышение прибыльности фермера путем обучения через семинары, тренинги. Также наши фермеры никогда не вели учет своего хозяйства. Не знали, какова себестоимость того же перца, помидора. То есть подходит сезон, они не знают, по какой цене продавать. В прошлом году мы с четырьмя фермерами ввели, я ввела книгу «Учет фермерских хозяйств». То есть они записывали все свои расходы, доходы, где в конце мы высчитывали себестоимость. В этом году у нас 20 фермерских хозяйств, которые тоже ведут эту книжку. Это Шадиям, они с мужем Шахратом уже третий год участвуют в программе. У них куча инноваций, капельное орошение, теплицы. И вот в этом году они выращивают 3 гектара. И у них, наверное, у единственных здесь целых 7 сортов помидоров, в том числе желтые и черные принцы. Я всегда поддерживаю мужа. Он глава семьи, что он скажет, то и будет. Капельное орошение – это уже новые технологии. Урожая много там, удобство. Шахрату раньше проходила целый день этот участок поливать. А сейчас мы вечером открываем храник, и все за ночь она сама готова уже до утра. И у нас с временем экономия. А намного больше урожайность? Она вообще больше, меньше? Больше урожайности, больше дает капельное орошение.